Снова еду на видеосъемку, сейчас я выбрала Абхазию. Сестра спрашивает, как ты не стесняешься? Наверное, видеограф, фотограф, наверное, ты давно знаешь, что ты можешь расслабиться перед этим человеком. Ну как не стесняться, вот танцевать, да? На что я отвечаю, что иногда периодически я прихожу в фотостудию, первый раз вижу фотографа, привет, как зовут, видеографа, привет, привет, зашли, начали танцевать. Вот. А последний раз, когда в парке снимали, там вот так вот кругами ходили люди, ходили, кто-то начинал снимать и как бы садятся на лавочки, блин, целый кинотеатр устроили. При этом я как-то так, это так, все, я как бы тут одна, здесь никого нет, я танцую. Вот, поэтому, как это перерабатывать, да, вот, ну, свои переживания, комплексы, ой, а как я выгляжу, ой, а я сейчас вот кашу рисовую уже поела, и вот животик стал кругленький, как он будет вообще там смотреться на видео, наверное, не очень много будет дублей кадров, которые пойдут в брак. То есть, конечно же, у меня тоже масса каких-то там, каких-то переживаний было, какие-то еще есть, которые я перерабатываю, как правило, через ДПДГ. Как это происходит? Ой, сейчас такую штуку расскажу. Закулисье, вот прям такое жесткое закулисье на самом деле, да. Смотрите, помните, недавно у меня был видеоклип, танца «Некуда бежать», да, вот этот вот танец был. И, значит, ну, всегда же хочется, да, а что такое стесняемся? Стесняемся, это в первую очередь мы не получили поддержку от близких. То есть, все остальные окружающие нам будут до фонаря, если мы очень хорошо напитались, напитались свою самооценку, что там, что там, я красивая, что я там хорошо двигаюсь и так далее. То есть, если мы получили вот эту базовую самооценку от близких, в первую очередь папа, мама, родные братья, сестры, на втором месте это близкие мужья-жены. Если эта часть выровнена, до всех остальных будет до фонаря. Пока она у нас не выровнена, пока мы не получили, там будет дыра как бы нарциссическая, и она будет фонить. Ну так вот, значит, моя фонящая как бы штука, да, по самооценке, значит, танец «Некуда бежать», сняла видеоролик, и такая, думаю, ну так же хочется получить комплимент от близких, от родственников, от родных. Думаю, дай скину, отправляю видео, что ну вот, я станцевала, а как тебе? Одному близкому отправляю, родственнику. А в ответ мороз. Ну ладно, хорошо, второму. А в ответ тишина. Думаю, ну мама-то мне точно ничего нехорошее-то скажет. Ну, ну, ну ей отправлю, ну так хочется выбросить комплиментик какой-нибудь, ну хоть какой-нибудь. Отправляю, получаю ответ неожиданный. Пересмотрела на три раза. Ну и зачем ты мне это прислала? Опа, так. Я пишу, мам, ты, может, не поняла, это я танцую, это не кто-то другой, это не чужой видеоролик, это я. Я говорю, да, но сейчас еще раз пересмотрю, пишет смс-ка. Ответ. Ну и че? Я думаю, блин, да что же за Антарктида-то кругом? Что за мороз-перемороз? Ледники, снега, и в юге. Думаю, подожди, Валь, ну не торопись обижаться, там печалиться. Ну, вдруг человек там в спросоне, вдруг недопонял, вдруг человеку не здоровится. А может, суета вокруг, какие-нибудь гости, и как, ну вот, ну перезвони, вот перезвони, уточни, вот, ну, проверь. Ладно, звоню. Ага, как дела, там, как настроение, как самочувствие, все такое, все хорошо. Ну, а вот видеоролик-то я тебе прислала. Ну, как тебе? Как тебе я танцую? И ответ. Да как, как? Да никак! Опа! Так, ладно. В общем, я положила трубку и минут 30 рыдала, наверное, да? Так, проревелась. Ну, потом что мы делаем? Конечно, мы делаем ДПДГ, мы делаем метод пустого стула, мы делаем перепись сценария, и все, это один день, второй, третий, до тех пор, пока боль не уйдет. Вот, да выходит еще злость. Надо же, кажется, еще немножко осталось. Ну, так вот. А что дальше происходит? Мороз-мороз от Арктида, да, кругом. Ну, значит, мой ледокол идет своим путем дальше. Сделала все практики традиционные, свои, да, психотерапевтические, по которым я книги писала. И как это работает? Вот самое поразительное, что я хотела сказать, самое важное-то, да? Мне цель была, ну, не пожаловаться там, а совсем другая. Помните, вот кто читал мою книгу «Перепись сценария», ДПДГ «Перепись сценария», она девятая, что ли, была, которую я написала, или шестая, короче, я путаюсь в очередности. В общем, «Перепись сценария» книга. И там смысл какой, что когда ты заходишь в пик травмы, когда ты заходишь в пик травмы, то есть сначала погружаешься в самую боль, когда тебе близкий человек, тебя больше всего обесценивает, и делаешь в это время там бабочку, да, блин, сейчас вот тут серпантин, не могу что-нибудь показать. В общем, двумя руками хлопаешь себя по плечам, делаешь ДПД в самую боль, когда заходишь, и в этот момент начинаешь представлять, что всё происходит другим образом, наилучшим. Фантазировать прекрасное, что тебе сказала мама, там близкие другие люди, сказали что-то вот прям приятное, вот максимально что-то хочешь услышать. Это непросто, потому что если ты час назад слышал что-то коричневого цвета, и ты понимаешь, что, возможно, через дня три ты снова услышишь нечто подобное, то фантазировать как бы приятную картинку в этом месте непросто. С кем на консультациях этим занимаемся, очень хорошо знают, помнят, что он как бы не протаскивается, ты начинаешь представлять, а не веришь в это, да, что ну в смысле, ну в смысле она комплименты не сказала. И поэтому, да, здесь вот надо потрудиться, раз за разом, раз за разом, раз за разом, ну блин, да, надо. Что происходит дальше? Самый феномен, феномен фиг, я его знаю, как это говорится, правильно это слово, происходит потом. Самое интересное происходит поток, когда через несколько дней, после этого я, конечно, стерлась из-за переживания, станцевала еще там в Вишневом саду, сакура, все дела, короче, тоже опять кайфанула. И тут, значит, я сижу, пару дней назад, был шикарный инцидент, показывающий, как это работает, перепись сценария, как вот самооценку свою выравнивать, даже там, где вы в Антарктиде живете, да, приезжает, ну там, мама, можно я там приеду, так, ты мне тебе на ночевку, да, конечно, приезжай, и, значит, что дальше? Она приезжает, а я сижу, шью платье, потому что я, как бы, сходила в магазин, потрогала ткань, влюбилась в нее, потрогать, и влюбиться, это святое. И купила ткань, и думаю, все, я вот в этом платье буду станцевать, я сижу, значит, строчу на машинке, мама говорит, что шьешь? Я говорю, ну платье. Она, а куда ты собралась, куда хочешь его одеть, ну там зачем? Я думаю, блин, сейчас опять тема танцев, ну как-то, не очень прикольно ее начинать. Я говорю, да, вот танец, танец я себе очередной, как бы, буду делать, те самые, которые ты так не любишь. Она говорит, почему не люблю? Я говорю, в смысле? Я говорю, ну, как бы, я тебе недавно скидывала видеоролик своего танца, и ты как бы так отреагировала. Она говорит, какой видеоролик ты мне не скидывала? Я говорю, в смысле, подожди. Я говорю, ты мне пишешь, там, я пересмотрела три раза, не поняла, зачем ты мне это показала. Потом у нас там была длительная переписка, потом я тебе позвонила, я тебе сказала то-то, то-то, ты мне ответила, то-то. Она мне ссорила, такого не было. Я говорю, в смысле? Давай переписку посмотрим. Ну, в смысле не было. Мы начинаем смотреть переписку, смс-ок нет. Я потом вспоминаю, что я удалила, что когда мне больно, я сразу удаляю. Даже если знаю, что потом пожалеют, есть заноза, надо убрать. Так. И мне мама говорит, ну, не было такого. Я говорю, да? Ну, если не было, давай, я тебе сейчас покажу. Так, я приторможу, чтобы закончить речь, а то сейчас подъеду к видеографу, чтобы не мешать два процесса. Я говорю, ну, давай сейчас тебе покажу. Он говорит, давай. Я ей показываю танец. Она говорит, ой, как красиво. Так. И я что-то начинаю плыть. У меня в книге тоже описан этот феномен, когда мы начинаем, так, подожди, с кем-то сейчас из нас сильно не в порядке. Ты ли со мной, или не со мной, как бы, да? И вот это, у меня глава там называется «Страх сойти с ума», когда мы начинаем перепись сценария, да? менять. И как бы, ну, что дальше происходит? Я говорю, она такая, ой, как красиво, смотри, как настоящий танец. Ты как будто профессионально танцуешь, так двигаешься, свободно. и я начинаю слышать от нее какие-то приятные комплименты, конечно, примерно те, которые я в переписи себе там придумывала. Я говорю, да, давай еще покажу второй. Он говорит, давай. Я ей показываю третий, четвертый танец. Она говорит, перешли мне, я сейчас всем своим родственникам пришлю, похвалюсь. Я такая, так, я как бы вот в книгах описываю эти феномены, да, когда мы вот как будто перемещаемся на альтернативную, другую ветку судьбы, когда вот мы через метод пустого стула, через перепись сценария ДПДГ, то есть я это описываю как будто параллельные русла реки и мы берем и как-то вот через вот эти техники перепрыгиваем на другое русло реки. А когда мы переходим на другую ветку судьбы, то для того человека реально этого не было. Вот этот феномен, он просто поразительный. В книге, кто читал Вадим Зеланд, он тоже вот эти параллельные линии жизни, линии судьбы, он тоже их описывает, этот феномен. И в моих книжках описано прямо по пунктам, как перейти вот на одну ветку, другую. И самое было прикольное, когда я ночью просыпаюсь, в эту ночь мама у меня ночевала, ну просыпаюсь, чтобы из стиральной машинки развесить там ее вещи, чтобы они к утру уже высохли, и я ночью слышу, как в ее комнате играет музыка. И я понимаю, что она ночью пересматривает мои видеоролики танцев. Я такая, вот это да. Вот это да. Отжала через перепись сценария. Поэтому как свою самооценку, да, вот выравнивать, чтобы быть спокойной, чтобы как бы кайфовать там от своего тела, от своих танцев. Ну я вот так вот, вот через такие. Ну а короче, сейчас я подъеду к Насте, видеографу, мы поедем в Абхазию, там границы, все дела, потанцы, вообще не знаю, что выйдет. Ну короче, вот очередной кайф хочу словить. Не знаю, как получится или нет, скоро расскажу, покажу видеоролик. Сердце потревожишь, начнет грустить. Ты однажды сможешь мне все прости, но если не успел тебе стать чужим, бежим. Че-то намутил, да-да-да, гордо уходил, навсегда. Стреть снегов и льдин, выбирал, засыпал один, Умирал. Кофе по утрам Без меня Чашками тоску Измерял Крылья отращу За спиной Вот и прилечу За тобой Продолжение следует...